Я сегодня хочу представить то, чем я занимался примерно на протяжении полутора лет в время работы в одной из компаний. Это было не в сервере, тем не менее опыт достаточно интересный. Собственно, все это связано с оптимизацией производительности хранилища данных. Начать я хочу немножко с описания системы, которую нам не предстояло оптимизировать. Есть некоторая система, которая собирает веб-трафик, частично его отфильтровывает, частично примерно в тысячу раз. И дальше некий ETL-процесс заливает эти данные в хранилище, откуда пользователи и некие роботы получают уже минимальные объемы данных, но они агрегированы. То есть у нас много сырых данных, но вот по нашим оценкам объем данных достигал 1 терабайта. И, собственно, требовалось получить статистику. Статистика – это обычно несколько соцзаписей, каким-то образом агрегированных, отфильтрованных, еще как-то обработанных. Система. Ну, в общем-то, это все происходило не сейчас, это уже достаточно давно было. Это 2010-2011-2012 года, приблизительно, вот, объем наших данных постоянно возрастал. Кроме того, обращаю внимание, что, собственно, полезным для нас являлся вот этот вот трафик, который 4 гигабайта в день. И, собственно, он был основанием для того, чтобы чаржить клиентов. И, соответственно, сейлзы желали увеличить этот объем трафика. Кроме того, там можно было конфигурировать систему неправильно, и, собственно, все 4 терабайта могли оказаться здесь. Ну, в общем-то, обычно это, ну, слава богу, такого не было. Но если бы это произошло, это моментальная смерть всей системы, потому что такой объем данных мы обработать не могли. Вот, собственно, наша проблема. Проблема следующая. Вся система была построена на базе MS-SKL-стека. То есть, импорт данных выполнялся при помощи Integration Service. Они помещались в SQL Storage, и поверх SQL Storage работал анализис-сервис, который, собственно, строил кубы. В общем-то, много, достаточно много лет эта система работала просто прекрасно. Никаких, ну, как, не то, что вообще никаких нареканий. Нарекания какие-то были, но их удавалось решать. Вот. Однако со временем, при возрастании объемов данных, решать все новые и новые проблемы оказывалось, естественно, все сложнее. По нашим данным, объем хранимых данных увеличивался каждые, удваивался каждые три хода. То есть, у нас был такой себе закон Мура. Вот. Чтобы это все работало быстро, ну, в общем-то, считалось у нас допустимым, что в среднем пользователь готов ждать 5 секунд. Вот. Вот. Если данных, ну, очень много и запрос очень тяжелый, ну, посидит, подождет 30 секунд. Для роботов это время не такое существенное. Тем не менее, роботы выполняли большое количество запросов. И если робот работал слишком уж долго, то это тоже нехорошо. То есть, нам требовалось очень низкое время отклика, практически реал-тайм-система. При этом объем данных, как я уже сказал, уже приближался к одному терабайту. Оно было поделено, скажем так, между клиентами. Но приход большого клиента, очень большого клиента, либо возрастание данных у любого из существующих клиентов, а были уже клиенты, которые готовы были, ну, скажем так, поставить очень много данных, привело бы к тому, что система просто упала бы. Вот. И, собственно, требовалось добавить, собственно, масштабирование. Кроме этого, хотели реализовать high availability по той причине, что, ну, при падении серверов, в общем-то, это случалось время от времени, соответственно, клиент данных не видит, начинает нервничать, и все такое. То есть, хотели реализовать систему с высокой доступностью. Это тоже было целью. Ну, понятное дело, что анализировали решение на базе Microsoft SQL. У него есть некоторые элементы масштабирования, это делалось без меня, тем не менее, результат был не сильно хорош. То есть, попытки масштабировать SQL сервер теми средствами, которые там есть, в общем-то, решают только часть проблем. И самое главное, они не позволяют решить именно нашу основную проблему, там, с очень большими таблицами, местами. И, в общем-то, решили посмотреть на другие возможные решения. Для этого решили сделать такой себе proof of concept. Для того, чтобы это сделать, мы написали генератор искусственных данных. Дальше, ну, чтобы можно было получать данные в любых объемах. Потом мы подготовили запросы, типичные запросы для наших аналитических данных, которые выполняет система. Ну, там их большой достаточно список. Вот. Соответственно, следующим пунктом должна была быть некая оптимизация структуры, оптимизация запросов. И, собственно, попытка достичь требуемой производительности по загрузке данных, потому что с SQL это, ну, было достаточно больное место. И, собственно, выполнением запросов по расчету вот этой всей требуемой статистики. Для POS мы остановились на датасете объемом 1 терабайт. Ну, это 1 терабайт, скажем так, одного, как бы, одного псевдоклиента вот этого искусственного. В реальности у нас было несколько клиентов, и, скажем так, самый большой клиент был около 100 гигабайт. Вот. То есть мы примерно, как бы, давали себе запас как минимум в 10 раз. Но мы подразумевали, что система должна быть масштабируемая, и эта цифра должна легко увеличиваться до нужных нам значений. Так, стоп. Дальше. Я хочу остановиться немножко на той структуре, которая у нас была. У нас структура хранилища данных представляла собой двойную снежинку. Ну, снежинка, если просто два слова, это есть некая центральная таблица. К ней джойнятся дополнительные таблицы. Кроме того, есть джойны таблицы через таблицу. Если бы вот этого не было, это была бы у нас, это как ее, звездочка, но так это у нас снежинка. У нас снежинок было две. По сути, одна чуть поменьше и в плане количества атрибутов и дименшинов, и в плане количества записей. Вторая снежинка была существенно больше, то есть от 10 до 100 раз больше. Она содержала в себе всю снежинку. А плюс там есть еще дополнительные атрибуты, дименшины и все такое. Особенностью структуры блотов в том, что даже в маленькой снежинке было отношение многие ко многим. Специфическое такое. То есть это, ну скажем так, для анализи сервиса Сиквеловского не сильно большая проблема, но это, например, создавало определенные проблемы для денормализации данных. То есть при денормализации данных объем данных мог увеличиться, ну там, от 2 до 10 раз очень легко. Дальше у нас атрибуты были не только low-cardinality, но и были high-cardinality атрибуты. Это нам доставило очень много проблем с сиквелом. То есть для ряда клиентов, по сути, некоторые атрибуты были просто выключены, потому что они просто не заливались. Потому что при объеме вот уже 1 миллион мемберов на атрибуте у анализа сервиса есть очень большие проблемы с обработкой. На 20 миллионах он, ну мы как это ставили эксперимент, за несколько дней такие кубы просто не обрабатывались, оно там, в общем-то, не получилось у нас с таким работать. Тем не менее, мы хотели бы, чтобы наше хранилище новое к этому было устойчиво, и чтобы, ну нельзя было его так уж просто завалить. Вот. В качестве опций, которые мы рассматривали как возможные замены, мы выбрали следующее. То есть мы смотрим в сторону традиционных эскейлов, это OLTP, то есть обычная база данных. Почему? Ну, в общем-то, среди них есть там масштабирование, все такое. Дальше мы в качестве опции рассматривали Hadoop. Понятно, то есть MapReduce, обработка больших данных. Дальше сейчас появится, ну, тогда и сейчас, в принципе, есть достаточное количество баз данных, которые позиционируют себя как All-Up базы, которые способны выполнять, ну, некие задачи по обработке статистики гораздо быстрее. Ну, по крайней мере, они об этом заявляют. Дальше есть так называемые аппаратные акселераторы, то есть некие специфические устройства, которые устанавливаются в сервер и каким-то образом ускоряют обработку данных на аппаратном уровне без загрузки центрального процессора. Также рассматривался вариант баз данных, которые хранят все данные в памяти. Вот, собственно, вот это вот наши опции, с которых мы хотим начать. Теперь о них чуть-чуть подробнее. В качестве традиционных баз данных, естественно, вот, понятно, как с ними жить, но, как бы, у них есть свои плюсы и минусы. Из плюсов многие, не все, но, по крайней мере, многие поддерживают масштабирование. И для работы с такими базами не требуется специальных каких-то знаний. То есть, сиквел – это очень распространенный скилл на рынке. И найти программиста, который, или там тестировщик, или еще кого-то, кто хорошо понимает сиквел – это, в общем-то, достаточно тривиальная задача. Недостаток – это цена. То есть, на больших объемах данных цена, в общем-то, существенна. Ну и, например, такой недостаток – тот же сиквел-сервер масштабирование, ну, скажем так, поддерживать недостаточно хорошо, как нам того бы хотелось. Следующий кандидат – это Hadoop. Hadoop – он хорошо документирован. Это достаточно известная система. Она мощная. Доказано, что она может обладать высокой производительностью, собственно, самим Google. Она дешевая. Но у нее есть такой существенный недостаток. Она обеспечивает высокую производительность, но, скажем так, это в среднем. Она не сильно хорошо предназначена для выполнения реал-тайм-запросов. То есть, то, что нам нужно, она как бы не может делать. То есть, недостаток – то, что с реал-таймом не все так хорошо. Дальше. Есть некие системы, которые продвигают себя как ориентированные именно на аналитику, на обработку аналитики. Их достоинство – то, что они хорошо масштабируемые и они базируются на SQL-технологиях. То есть, Syntaxis – это тот же самый сиквел. Недостаток – очень уж мало информации. В 2011 году было очень мало. Сейчас, я так смотрю, ради интереса, пока готовил презентацию, поискал, информации стало чуть-чуть больше, но не настолько, чтобы сказать, что да, все это могут использовать. К сожалению, тоже все еще, ну как, мало информации. То есть, документация развивается, но не так быстро, как хотелось бы. В качестве аппаратных ускорителей мы рассматривали систему Intisa. Она позиционируется как очень быстрая, но про нее очень мало информации. И по цене мы знали только, что она очень дорогая. Но, тем не менее, что такое «очень», мы еще, ну как бы, не понимали. Базы, ин-мемори базы. По определению, они очень быстрые, они масштабируются, но цена у них просто запредельная. Собственно, все упирается в стоимость памяти в данном случае. Она, мягко говоря, не низкая. Для наших объемов была. Рассматривая все эти системы, мы себе сделали такой себе шорт-лист. То есть, мы решили попробовать с двумя кандидатами от традиционных баз. Мы взяли Vertic'у как Allab-базу, которая, ну, чуть лучше документирована. Хадуп мы решили рассматривать только как план «Б», если у нас ничего не получится с базами для роботов. По аппаратным ускорителям у нас почему-то возникла заминка с нотезой. То есть, нотеза нам не отвечала совсем. То есть, как ее не пробовали забрасывать имейлами, она вообще ничего не отвечала. Будто ее и нет. По InMemory-базам мы прикинули стоимость традиционных баз, прикинули стоимость хранения просто этих же данных в оперативке и поняли, что, собственно, даже то, количество сервера с требуемым объемом памяти будут там стоить столько, что, в общем-то, ну, как-то оно выглядело сразу проигрышным вариантом. Поэтому мы этот вариант приостановили. Ну, теперь идем по порядку. Начну я с Терродаты. Терродата, как организация, в общем-то, отказалась участвовать непосредственно в POSI. Тем не менее, они нам предоставили, ну, как бы, помогли чуть организовать бесплатную версию своей базы данных. Собственно, чтобы мы могли своими силами что-то сделать. Тем не менее, с Терродатой у нас, ну, возникли ряд таких проблем, что мы, в общем-то, решили приостановить это дело и полностью положиться на IBM DB2. Собственно, ограничения там типа имя таблицы не может быть длительнее какого-то количества символов. Это такое дело, можно с этим жить. Но у нас уже при заливках данных возникло несколько раз ситуация, когда мы делали чуть-чуть что-то не так. И у нас вся база данных оказывалась в таком каком-то непонятном состоянии, что мы с этим ничего не могли сделать. В общем, мы решили, что, ну, как-то не сильно, но хорошо у нас получается. И давайте, наверное, на DB2 технологии мы ожидаем примерно такие же. То есть мы можем ожидать сопоставимые параметры производительности от Терродаты и DB2, поскольку принцип один и тот же. Поэтому мы вот Терродату так приостановили. DB2. DB2, в общем-то, IBM продвигает эту базу данных как абсолютно универсальный продукт, который может успешно заменять даже Oracle. В общем-то, они показали свою портфолио. Действительно, DB2 они продвигают везде, в банке, куда угодно. Система достаточно зрелая, проверенная. У нее присутствует набор тулзов вообще на все случаи жизни. То есть, чтобы вам не понадобилось, ну, вам просто надо найти нужный тул и сделать вашу задачу. То есть экосистема у них такая вот очень развитая. Полностью поддерживается масштабирование. Вот все как бы, уже все решили. То есть, они развиваются. Это достаточно старый продукт. И, в общем-то, он, ну, как бы... Отличие от Oracle в основном только в цене. То есть, DB2 существенно дешевле, чем тот же Oracle, хотя, в принципе, поддерживает практически все те же самые возможности. Для того, чтобы обеспечить требуемую производительность, даже на классической базе данных, DB2 предлагает ряд таких вот особенностей. Если мы сравним, например, с Microsoft SQL, то мы знаем, что в Microsoft SQL есть один clustered индекс. И, собственно, вот быстрая выборка и какая-то агрегация доступна там, по сути, вот по этому индексу. Конечно же, вы будете добавлять по необходимости другие индексы, но это не оптимизирует ваши данные, а просто, ну, вот, оптимизирует к ним доступ. IBM, DB2 представляет большее количество, как бы, свобод в плане вот этих вот самых индексов. То есть, ваши данные делятся на контейнеры. Дальше вы можете управлять порядком экстентов, то есть, это как бы блоки, которые находятся внутри контейнера, в рамках вашего контейнера, как они будут расположены. И, собственно, вы можете управлять индексом внутри экстента, что, в общем-то, вот этот вот индекс максимально соответствует clustered индексу Microsoft SQL. Соответственно, вы получаете два дополнительных атрибута, которые позволяют вам что-то оптимизировать. Для нас это достаточно было существенно, потому что у нас был некий тип события, который, в общем-то, был важен. То есть, если строится статистика, то нет смысла складывать, например, там, регистрации с продажами. То есть, регистрация отдельно, продажи отдельно. То есть, у нас было такое поле, которое нам очень сильно подходило. В свою очередь, использование вот этих возможностей позволяет существенно оптимизировать считывание данных. То есть, диски, какие бы они быстрые ни были, они читают данные последовательно. И если удается вам считывать за один раз, собственно, те данные, которые вам реально необходимы, то желательно, чтобы эти данные были организованы правильно. И чтобы фильтрация фильтровала не на уровне отдельной записи, а на уровне как можно больших блоков. И, собственно, контейнеры и вот эти вот экстенты дают вам возможность оптимизировать считывание данных. Также хочу обратить внимание, как реализована высокая доступность у IBM. Все ваши данные хранятся в дисковых массивах. Сам по себе дисковый массив, он высокодоступен. То есть, при выходе любого диска из строя, например, у вас система RAID позволяет делать данные все еще доступными. Там находятся два контроллера, то есть, подключаются через два независимых Fiber Channel Switch'а. Диски подключаются к каждому из, каждой из вычетительных нод. То есть, выход, например, одного из контроллеров в хранилище приводит к тому, что вы просто этот контроллер заменяете. Если выходит один Fiber Channel Switch, то работает второй. То есть, вот такая вот надежность. В случае с узлами, то ни на каком узле не хранятся никакие данные. То есть, все, что хранит узел, это, по сути, операционная система и исполнимый код. У вас рекомендуется наличие, как минимум, одной избыточной ноды. В случае выхода из строя какой-то ноды, просто включается ваша нода и заменяет вышедшую из строя. Собственно, вот так реализуется High Availability от IBM. Вот такой вот подход. Результаты. Значит, в принципе, фирма IBM взяла на себя, в общем-то, все вещи, связанные с разработкой и оптимизацией структуры. То есть, реально, они выделили двух человек, которые сопровождали этот проект и разработали все необходимые реализации. Более того, они сделали это на своем оборудовании с использованием всего-всего-всего, что там много. Все, все абсолютно Dimension таблицы не имеют таких грандиозных размеров, что требуется их распределение по нодам. Поэтому они могут храниться на всех нодах. То есть, мы храним полные копии Dimension таблиц на всех нодах. Обе факт таблицы мы разбираем, разделяем по нодам. При этом мы используем общий ключ кластеризации. Таким образом, данные на одной ноде джойнятся всегда внутри этой ноды. То есть, мы таким образом избегаем кросс-нодовых джойнов. То есть, повышаем произведительность вот таким вот еще образом. То есть, каждая нода выполняет джойн внутри себя. Денормализация таблиц не имеет никакого значения, поскольку при этом объем данных увеличивается и произведительность на самом деле ухудшается при денормализации данных. То есть, из-за отношения many-to-many, вот этого, которое у нас было, денормализация ничего, ну, как бы ухудшает на самом деле все. Вот. Скорость загрузки данных очень высокая, поэтому, в общем-то, она здесь даже особо не рассматривалась. То есть, мы посмотрели, что данные загружаются очень быстро и, собственно, не влияет это все на общую произведительность. То есть, у нас это не является ограничением каким-то. Вот. Ну, собственно, система, которая это может делать. По результатам, в общем-то, у нас требуемый терабайт данных может быть обработан двумя нодами всего лишь. Но для этого требуется, по сути, это было две стойки по 24 диска. Если внимательно присмотреться, то, по сути, IBM решила эту задачу вот прям в лоб. То есть, происходит физически практически полное считывание требуемых данных. При этом данные, да, оптимизируются по расположению, но никаких, по сути, индексов там не добавляется. То есть, происходит линейное чтение вот этого почти всего терабайта данных с некоторой фильтрацией и выдается нам статистика. Ну, то есть, вот такое вот своеобразное решение. То есть, DB2 настолько вот быстрое, что она физически готова считать этот терабайт данных и отфильтровать данные. При этом, естественно, очень большая дисковая нагрузка и, собственно, требуются вот эти вот массивы, дисковые массивы, которые позволяют физически считывать огромные объемы данных. Следующий наш кандидат – это Vertica. Но тут немножко бэкграунда. Vertica – это детище Михаэля Стоунбрейкера, который, в общем-то, очень известный человек в среде баз данных. И один из его проектов – это был C-Storm. C-Storm, по сути, как бы умер, но остался жив его коммерческий форк. Собственно, Vertica – это и есть вот этот коммерческий форк C-Storm. Основная идея следующая. Вместо того, чтобы хранить данные по строкам, мы храним данные по столбцам. Почему? Почему это важно для аналитики? В аналитике вам не требуется обычно вся строка записи. Вам обычно требуется несколько колонок и как-то сгруппированных между собой. Дальше. Данные хранятся в структурах, которые больше напоминают индексы, чем обычные строки. Благодаря этому у нас сильно оптимизируется выполнение операций типа GroupBy, V и так далее. То есть те операции, которые нужны для получения аналитических данных. Понятное дело, что обычная операция типа Select, звездочка, FromTable – это для Vertica очень дорогая операция, которая выполняется не долго, а очень долго. То есть это реально тяжелая операция. В то же время аналитические запросы выполняются намного быстрее и, скажем так, объем данных там не лимитирует. Там, скорее всего, интересно, как эти данные организованы. Собственно, для того, чтобы получить требуемую производительность, Vertica хранит данные в специальных структурах, которые называются проекциями. Проекция может хранить в себе несколько колонок таблиц или даже все колонки. Проекция, которая хранит все-все-все колонки, называется суперпроекцией. И у таблицы должна быть, по крайней мере, одна суперпроекция. Данные хранятся, как я уже говорил, в структурах, которые напоминают индексы. При этом они кодируются специальным образом. Есть разные варианты кодирования, направленные на сжатие информации. То есть данные хранятся у вас не в открытом виде, а, например, если у вас какие-то значения повторяются, то, грубо говоря, она хранится. Сейчас будет 100 записей с значением 25, а сейчас будет 300 записей с значением 50 и так далее. Либо это какие-то алгоритмы сжатия, типа того же GZIP или более сложные. Либо, например, может быть, а сейчас у нас идет, например, колонка, которая меняется от одного до 100 с шагом 1, например. И, как бы, таким образом объем хранимых данных очень сильно оптимизируется. Дальше. Для одной и той же таблицы вы можете добавлять разные проекции с разным типом, скажем так, кодирования данных. То есть в одних... И, собственно, Vertica может выбрать наиболее оптимальную для исполнения. Для достижения High Availability Vertica использует немножко другой подход, так называемый Key Safety. Идея очень простая. У вас при кластеризации данные помещаются не на одну ноду, а на две или на три. При этом, кроме простого дублирования, Vertica позволяет, например, использовать немножко разные проекции для вот этих копий. Таким образом, у вас часть копий данных могут быть оптимизированы для одних операций, часть для других. Ну, вот с сайта Vertica картинка, как это примерно достигается. У вас для каждой ноды есть так называемая Body Projection. То есть это, по сути, копия того, что есть на ноде один, но, возможно, по-другому организовано. То есть если у вас одна нода выпадает, у вас все данные остаются доступны. Более того, в возможной ситуации, когда выпадают даже две ноды, и у вас все доступно. Ну, понятно, что если выпадают соседние ноды, то данные теряются. Vertica поддерживает, собственно, два режима. K-Safety 1, это когда у вас одна резервная кой-копия, и K-Safety 2, это когда две резервные копии. Результаты. Опять-таки, как и в IBM, размер таблиц Dimension достаточно маленький, и они легко реплицируются на всех нодах. Опять-таки, требуется использовать тот же самый кластерный ключ, чтобы объединить, ну, делать Join между нашими двумя снежинками. А вот с денормализацией мы получили довольно интересные результаты. На ненормализованных данных запросы в основном выполнялись очень быстро. Обычно это миллисекунды от миллисекунд до двух-трех секунд. Но мы обнаружили ряд тяжелых запросов, которые выполнялись порядка минуты, даже чуть-чуть больше. Их было мало, тем не менее, они были. Но интересный момент, что после денормализации даже самый-самый тяжелый запрос выполнялся у нас не более 10 секунд. Вот. Единственное, что при этом количество, объем данных выросло в 2-3 раза хранимое. Соответственно, самые легкие запросы стали работать быстрее. Но, опять-таки, очень интересный результат. То есть, избавление от Join, дальше смотря на то, что количество данных резко возросло, привело к тому, что запросы самые тяжелые стали работать быстрее. Что касается загрузки данных, то мы обнаружили, что, собственно, Vertica загружает эти данные, собственно, со скоростью работы винчестера. То есть, как жесткие диски у вас, что могут, какую производительность обеспечить. Вот, собственно, это и будет скорость до загрузки данных. То есть, там оверхеда практически нет. Это достигается тем, что при загрузке данных, в общем-то, констрейны практически не проверяются. То есть, можно включить режим проверки констрейнов, но это будет очень долго и плохо. Vertica так не рекомендует делать. Она рекомендует все делать в режиме ETL. То есть, у вас производится предварительная обработка данных, и уже отвалидированные данные заливаются в базу. В принципе, в нашем случае это было вполне реально. То есть, мы смогли достичь требуемой производительности. При этом у нас было три ноды. Каждая имела по пять рабочих дисков, плюс там системные диски. Очень важным оказалась производительность. То есть, если решение от IBM, это была в основном дисковая нагрузка, то Vertica грузила процессоры. Процессоры, независимо от количества ядер, всегда уходили в 100% при выполнении запросов на достаточно длительное время. Сетевой трафик был достаточно низким за счет того, что мы использовали, ну скажем так, правильный подход с избежанием cross-node join операций. То есть, за счет использования этой компрессии операции выполнялись быстро, но при этом грузился процессор. Ну вот, такое. Неожиданно всплыла не теза. Оказалось, что ее купил IBM, поэтому они не отвечали. И от IBM был такой фидбэк, что, ну ребята, мы можем, конечно, вам сделать POC, но это бесполезно, потому что вы это решение не купите. То есть, оно как минимум на два порядка дороже, чем то, что мы вам предложили с DB2. Вот, поэтому, ну мягко говоря, это не имеет значения, и, собственно, на этом наше взаимодействие с нетезой закончилось таким вот образом интересным. Ну и в качестве такого вот заключения, то есть, мы видим, что серебряной пули не существует. То есть, каждый подход имеет свои достоинства, недостатки. То есть, в нашем случае, конечно же, вертика была признана победителем. Тем не менее, в общем-то, DB2 тоже показала себя, в общем-то, достойно. Вот, и я сейчас хочу так немножко остановиться на каждой из систем, скажем так, очертить ее, ну как бы, с моей точки зрения. Область, нишу, в которой она имеет свои достоинства, недостатки. Microsoft SQL, несмотря на то, что вот мы его так, как это, не взлюбили за его проблемы, тем не менее, это все-таки очень достойная система. И если ваши данные не вырастают за несколько сот гигабайт, то, в принципе, скорее всего, Microsoft SQL, в общем-то, вам хватит его. Даже сейчас, например, когда мне необходимо обработать какую-то статистику, вот даже вот здесь, в сервере, я продолжаю использовать кубы. Они входят в Development Edition версию, то есть для каких-то своих девелоперских задач никто вам не запрещает обрабатывать нужный вам объем данных. То есть на обычном персональном компьютере несколько десятков, а то и сотню гигабайт запросто можно вот таким образом обработать. Не так, чтобы совсем просто, тем не менее. Достоинство также сиквела, с ним очень легко стартануть. То есть расти можно тоже постепенно. Для него не требуется каких-то шибко сложенных каких-то аппаратных средств. То есть удобная и достаточная система лицензирования. То есть Developer Edition, он бесплатный практически. Для продакшена есть Standard Edition, Enterprise Edition. Enterprise, конечно, дорогой, но вот Standard Edition вполне так. Если он у вас есть, то он вам уже доступен. Из недостатков. Проблемы с масштабированием. То есть если у вас система растет и это, скажем так, основная статистика, это основная нагрузка, то, возможно, вам не стоит все-таки его брать и надо поставить в сторону каких-то более масштабируемых решений. Тем не менее, если статистика это дополнительная задача, то, может быть, масштабирование до вас просто не дойдет. И вы порешаете все ваши проблемы вот так вот из коробки с SQL Server. Дальше проблемы с High Cardinality атрибутами. Это, в общем-то, ну вот такая проблема есть. То есть если вы хотите обрабатывать ваши данные, то и там есть риск появления таких атрибутов, то надо позаботиться как-то об ограничении количества мемберов заранее. Потом это будет делать очень тяжело. Дальше. Latency. То есть процессинг кубов и заливка данных занимают какое-то время, и это может быть, это время может измеряться часами при большой нагрузке. То есть, ну вот такая вот особенность. Кроме того, для работы, такой существенной работы, требуются очень специальные скиллы. И MDX это не SQL, он внешне похож, но, соответственно, MDX разработчиков на рынке гораздо меньше. Ну, такой позитивный момент, если вам не требуется это отдавать клиенту на сторону, а где-то внутри организации, то можно обойтись тем же Excel. То есть, уж есть все коннекторы, которые позволяют получать статистику из кубов майкрософтовских прямо в Excel, вот как это, без каких-либо переплат. Просто вот берем и это организуется за несколько минут, при этом эти отчеты можно там отдавать руководителям, и Excel это очень понятная тулца, и даже там экзекьютивы какие-то вполне так могут осваивать эти таблицы и пользоваться ими в дальнейшем без какого-либо вашего участия, например. То есть, такой большой достаточно плюс. DB2. DB2 очень быстро, очень масштабируемое, все есть в комплекте. Это обычный сиквел, поэтому каких-то специальных знаний для ваших девелоперов там особо не требуется. Там какие-то вещи по настройке, они легко гуглятся, и как бы вот такая себе система. Она пригодна для любых других приложений. То есть, если у вас требуется все и сразу, то DB2 это, наверное, ваш вариант, потому что вы можете решить все ваши проблемы с хранением данных за счет DB2, не только статистику. Ну, из недостатков достаточно высокая цена, плюс достаточно дорогое масштабирование. То есть, если вы обнаруживаете, что вам требуется увеличить производительность вашей системы, вам надо не только докупить сервера, но и докупить лицензии, которые недешевые. То есть, вот такая особенность. Vertica. Достоинство. Она очень быстрая, она дешевая, она дешевле, существенно дешевле, чем тот же IBM. Она легко масштабируется. Она опять-таки использует тот же сиквел, и для большинства разработчиков это большой плюс. Понятное дело, что требуется какая-то оптимизация, это специфический скил, но это в любой системе. Так, очень, скажем так, удобная система и привлекательная система лицензирования. Вы покупаете, вы лицензируете не сервер, а вы лицензируете 1 терабайт данных. При этом 1 терабайт сейчас уже бесплатно идет. То есть, если у вас вдруг оказывается, что вы хотите повысить производительность, то вы просто докупаете сервера, и под теми же лицензиями они у вас работают. Для работы, ну в отличие от IBM, например, не требуются стойки, ну саны не требуются. То есть, у вас используются просто диски ваших серверов. Из недостатков это не сильно развитая экосистема. Ну, например, ETL не является стандартной поставкой, и они же сами вертика рекомендуют, например, использовать LND, например. То есть, это уже другая туза со своей инфраструктурой и так далее. Ну, и опять-таки, настройка производительности требует внимания и очень специальных скиллов. Еще такой момент. Это все происходило в 2011 году, поэтому я так немножко поинтересовался, что с того времени и поменялось. Я не знаю, наш конкретный POC как-то на DB2 влиял, не влиял, но тем не менее, в 2013 году, то есть через два года, они выпустили Blue Acceleration, в которой появились колоночные таблицы в DB2. Я вот честно не мерил их производительность, мне было бы очень интересно, но, к сожалению, я по работе с этим больше не сталкивался. То есть, есть предположение, что IBM смог-таки достигать намного более высокой производительности, ну, с использованием именно колоночного подхода с хранением данных. Вертика, в свою очередь, очень существенно понизила цену. Ну, в 2010 году, например, цена была 100 тысяч долларов за терабайт данных. В 2013 году, я знаю, видел цифры, было 30 тысяч за тот же терабайт. Это в год. А не стоп, это постоянная лицензия. Кроме того, они стали выходить активно на рынок клауд-решений. То есть, изначально у них была такая позиция, что, типа, мы не сильно хотим работать с облаками, потому что мы не можем там обеспечить высокую производительность на связях между нодами. Тем не менее, при правильной оптимизации базы данных вашего хранилища, у вас взаимодействие между нодами становится минимальным. Более того, вы можете заливать прям данные на нужную вам ноду. И, в общем-то, в этом случае вот этого межузлового трафика становится все меньше и меньше. И, в общем-то, сейчас достаточно они активно продвигают свои ноды в Амазоне. Что касается Майкрософта, то тут все так не сильно радостно. А, значит, они несколько раз анонсировали, что SAS вообще не будет, или мы заменим его чем-то совсем простым. Но, к счастью, этого не произошло. Ну, скажем так, предположительно это все связано... Ну, собственно, развитие там, на самом деле, после SPL-сервера 2008 тоже не сильно много. То есть там, извините, больше косметические. Предположительно это связано с Мошей Пасумански, собственно, тем, что он сначала ушел в Bing в 2009 году, а в 2011 году он вообще покинул Майкрософт. Он сейчас в Гугле. Вот. Моша Пасуманский – это один из ключевых людей, которые участвовали в разработке языка MDX. И он, собственно, разрабатывал проект, который Майкрософт в свое время купил и который стал основой вот этого анализа сервиса. И, ну, в общем-то, с уходом этого ключевого человека, возможно, что-то вот как-то у них так не передалось. Вот. Спасибо за внимание. Теперь я жду ваши вопросы, замечания, комментарии. Привет, Немченко Сергей. У меня такой вопрос. Ты рассказал много о том, как вы выбирали, где вы собирались сохранить данные, да, больше о сторожи. Но также был слой ETL. То есть принимали ли вы во внимание оценку там миграции ETL? Если вы используете другую базу данных, то как бы ETL нужно адаптировать под него. Да, конечно. Я упомянул уже, что у IBM, DB2, например, есть свой очень богатый как бы набор. И там все идет из коробки. То есть, да, его надо будет мигрировать. Мы это учитывали, конечно. Значит, в случае IBM это вот их инфраструктура. В случае, например, той же Vertica я уже упомянул, что у них своего ETL нет. И они сами рекомендовали Talent D. И мы таки, да, стали там серьезно с этим, ну, интересоваться Talent D. И, в общем-то, тратили и на это время тоже. Вот. Но, скажем так, там на ETL сверх чего-то такого нет. То есть там объем данных относительно небольшой. Проблема в том, что эти данные идут постоянно и они накапливаются. И запросы, вот особенность аналитического запроса в том, что он обычно выбирает практически там 70-90% всех ваших данных. То есть вы хотите получить статистику по всем вашим собранным данным, а не по какой-то части. Вы хотите откинуть только какие-то аутлайеры, еще что-нибудь такое. И из-за этого аналитические запросы тяжелые именно в плане выполнения. ETL там, да, там он присутствует, но, опять-таки, там не настолько такие челленджи, что вот именно на ETL какие-то затыки у нас возникали бы. То есть вот картинки в начале, где я указал объем данных. Вот она. Собственно, видно, что объем данных, который попадает уже в ETL, порядка всего лишь 4 гигабайт в день. Это вот текущие, ну, как бы, расклады. Даже если оно там будет, ну, не 4 гигабайта, а 400 гигабайт в день, все равно это достаточно мало для каких-то современных, даже на то время, систем, которые должны были с этим работать. Поэтому ETL, да, мы понимали, что нам требуется его переписать на что-то другое. Это, да, это такой челлендж. Но такого супер больших проблем мы там, в общем-то, не ожидали. Спасибо. Еще какие-то вопросы, замечания, может? Продолжая вопрос, да, то есть они рассматривали ли вы полностью миграцию там в клауд, то есть на тот же там Google, AWS, то есть у них есть там уже полностью готовые там серверлес даже решения, которые автоматически скейлятся? Скажем так, это было в 2011 году и, скажем так, тогда это все было очень большой экзотикой и, насколько я понимаю, тогда еще таких вещей могло просто не быть. Тогда это все только-только начало появляться. Ну, согласен. Ну, сейчас просто я уже упомянул, что та же Vertica предлагает активно клауд-решения в том же Амазоне. То есть такие подобные решения, они все-таки выносятся в облака уже, они туда активно мигрируют и, ну, скажем так, облака, можно сказать, победили, да. Продолжение следует...